Приветствую вас. Приветствую всех, кого эта тема может еще волновать. Я решил записать данный ответ, отвечая не только клиенту, а который задает свой вопрос. Вопрос задается в публичном формате. Таким образом профессиональная этика не нарушена. И вопрос задается на довольно важную тему. Это тема общения с сотрудниками, которые на работе представляют какую-то угрозу. Какой-то дискомфорт, болезненность, неприятность. Когда, условно говоря, какие-то оскорбления, какие-то унижения присутствуют в общении с коллегами. И, соответственно, очень часто возникает вопрос, что с этим делать. Очень часто возникает вопрос, как с этим вообще, образно говоря, работать. Ну, как можно себя вести? Начать мне хочется с такого момента, или даже на моментах лучше будет, наверное, сказать автора. 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 Автора его зовут Михаил Литвак, насколько я помню. И именно он в своих книгах описывает психологическое айкидо. Как он сам называет свою методику, свой метод. Очень часто приводит в пример такие вот ситуации с коллегами. Когда, когда, возможно, ты там, к примеру, согласен, вот, если тебя, ну, словно говоря, обзывает. Вот, как-то обзывает, вот, согласен, вот, и не спорясь вообще с этим человеком, вот, используясь так называемый принцип амортизации. Что я хочу сказать? Ну, я, безусловно, не буду говорить о том, прав Литвак или нет, потому что, ну, мне кажется, это все-таки будет неэтично, неэтично было бы, эм, скажем так, эм, ну, говорить о приемах, а методах, эм, работать, эм, коллеги, коллеги, коллеги. Вот, я тут просто, эээ, скажу, что, с точки зрения эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ не о решении проблемы как таковой. Мы говорим, как мне кажется, мы говорим больше про избегание конфликтов, а вот как мне это видится, мы говорим про бегство от конфликтов. И на мой взгляд очень важно нам этого не делать. На мой взгляд нам очень важно отдавать себе отчет в том, что мы пытаемся убежать от конфликтов. В этой ситуации. И пытаемся заменить эмоции, чувства со своими другими чекцами. Вот, например, с аграцием, если, например, смехом или, например, иронией или сарказом. Мне кажется, что наиболее такой, ну, что называется, вы знаете, вот, наиболее, может быть, конструктивный такой аспект, наиболее конструктивная позиция была бы в том, чтобы выразить свои чувства человеку. Сказать ему, там, что, ну, условно, что, знаешь, вот, что мне делаешь больно, ну, ты делаешь и так далее. То есть как-то вот заметить свои эмоции, что ли, заметить свои переживания по этому, по этому вопросу. Вот и отлучить их человеку, то есть выразить. Возможно, сначала не в контакте с этим человеком, о котором идет речь. То есть, возможно, сначала имеет смысл это сделать, просто кому-то, кому есть, ну, доверие, например, кому-то, кому есть, ну, кому-то, кто поймет, например. Вот, и уже дальше, уже о том, можно было бы, когда будет плюс-минус более-менее понятно, что, например, ну, я, допустим, чувство, вот, что я ощущаю. Тоже можно будет выразить это чувство человеку. Можно будет выразить это ощущение своему партнеру. Вот. И мне кажется, выразив это чувство партнеру, ну, сначала это партнер абсолютно, так сказать, стрельный, да? Вот. Можно дальше уже, эм, 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 что-то делать. Что-то. То есть, эм, можно дальше это чувство выразить. Понимаете? Понимаете? Можно, эм, эм, выразить этой коллеге. Эм, чё, например. Ну, можно так делать, в принципе. Эм, можно, эм, смотреть, как, эм, выражаются, эм, другие мышцы. Вместе с этим человеком. То есть, э, через, ну, через, э, партнерах, эм, можно смотреть, эм, эм, что ещё я ощущал. Вот. Потому что, если чувство, там, условно говоря, там, подолнует, да? Вот. То, ну, есть большой риск, что не на конце будет понятно, что конкретно я ощущал, что конкретно я чувствую, что конкретно, ну, оно и происходит, например. Вот. И, соответственно, эм, это поможет, эм, эм, и, на мой взгляд, поможет достаточно эм, хорошо. Понять себя, исследовать себя, вот, и увидеть, эм, что же, эм, собственно, я ощущаю и, эм, что я хочу дальше делать. Ну, кстати. Вот, эм, вот, эм, вот я думаю, в такой момент, эм, в принципе. То есть, я думаю, что, примерно, примерно, в таком ключе можно двигаться. Эм, что даёт этот подход? Во-первых, он даёт искренность. Он даёт, эм, возможность, эм, человеку оставаться собой. Эм, ну, в какой-то степени, дать, эм, живую, обратную, эм, связь. Эм, эм, тому, кто, условно говоря, ну, тебе обещает его. Вот. То есть, это, ну, вот. В данном случае, это, как раз таки, может быть, эм, коллега, которая, может быть, эм, совершенно и не прорывает о том, а, что её действия там, допустим, способны, эм, причинают, причинают боль и так далее. Вот. Хотя, на самом деле, эм, это, может быть, болезнь, болезнь. Вот. Эм, зачастую, эм, подобные, эм, поведенческие, эм, моменты, эм, вот, они обезоруживают, эм, человека другого, потому что человек, эм, как правило, не ожидает, он ожидает, там, немножко другого, он ожидает, борьбы, он ожидает, значит, эм, он ожидает драки, эм, вот, он ожидает, эм, там, чего-то еще, он ожидает, эм, каких-то, сопротивлений, вот, ну, зачастую, он это, в принципе, получает, вот, то есть, эм, ну, зачастую, эм, сопротивление, эм, действительно есть, это, зачастую, сопротивление, действительно, вместо быть, эм, эм, и, мне кажется, что, эм, данный подход, он очень, ну, неэффективен, там еще, эм, все равно, эм, как бы, эм, пытаясь, там, условно, человеку подчинить, эм, себе, эм, то мне кажется, что, ну, мы, не к чему, не к чему вообще не приходим, мы, эм, просто, подкрепляем, эм, ну, мы подкрепляем деструктивное поведение человека, вот. Понятно, что, эм, эм, ситуация бывает разная, и, как бы, ну, понятно, что не всегда есть, э, 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 возможность, э, отреагировать, э, так, как, э, вот, эм, так, как, э, я чувствую, вот, не всегда, таково, пока, возможно, э, э, имеется, ну, на мой, на мой, э, скромный взгляд, э, э, стремиться, э, к этому, э, хотя бы, э, попытаться, э, так, вполне, может, э, э, таким образом, главная задача, э, психолога в данном контексте, э, э, я вижу, вижу в том, чтобы помочь, э, человеку, чтобы научить э, человека, э, понимать, что, что он чувствует и выражает, выражает его чувства, вымыс его призыва, в том числе выражает тому, кто их вызывает. Мне кажется, что часто, не всегда, но часто, проблема появляется, в том числе, в том числе, еще и потому, что то, что человек делает, его работа, его занятия, да, оно ему либо не нравится, либо скучно. И считаю, очень эффективно будет просто повысить уровень важности от того, что человек делает. Условный кислин, значит, допустим. Если я начинаю больше интересоваться тем, что происходит у меня в жизни. Если я начинаю больше интересоваться тем, что происходит у меня, если я начинаю больше смотреть на то, что у меня, ну, нравится, то, что меня там привлекает, что меня интересует и так далее. Вот. Ага. То проблемы с людьми, они, кажется, менее важны. Наоборот, когда человеку не интересно, особо, когда у человека есть, грубо говоря, ну, определенная свободная энергия, которую, которую, ну, есть на что тратить. Вот. А, ну, вот, в таком случае, естественно, эм, многие люди способны задеть эм, человека. Вот. И эм. Это нормально, потому что энергия, она, по сути, здесь находит веб-спеши, в состоянии, и ждет возможности для себя, эм, возможности для выхода. Вот. Что я хочу эм, сказать. Вот. По желанию, это, то, что эм, нет никакой универсальной ээм возможности эти ситуации разрушить. Я имею в виду , если ээа, человек, ээ, вынужден работать на работе, и не может, там, допустим, уволиться. Ну, по каким-то причине. Например, у него, там, ответственность, не знаю, за его семью, например, да, или там что-то ещё. В этом случае, наверное, сложнее всего, как бы, приходится личности в такой вот ловушке. Ну, опять же, повторюсь, на мой взгляд, если двигаться, вот, в нескольких направлениях, таких, как, вот, выражение своих чувств и эмоций, обучивание их человеку, вот. Кстати, это может быть, ну, может быть, неплохой, допустим, идея... Ага... Повышение... Группы... Терапевтической... Группы... Вот... Значит... Эм... Чтобы... Ну, выучить, так вот, по ней, да, чтобы выучить, так вот, поисследовать. Эм... Так вот... Эм... Значит... Важный момент, это заключается, заключается в том, что... Эм... Эм... Научение... Вот... Научение... Эм... 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 Тому... Эм... Что представляет из себя... Мои эмоции... Мои проживания... Мои чувства... И... Эм... Обучение... Бережному... Тщательному... 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 Внимательному... Замечание... Их... Вот... Обучение... Этому... Эм... Мои... Эм... 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 Существенно... Могут повысить... Качество... Жизни... Эм... Человек... Эм... Обучение... Интересное... Да? То есть, условно, там... Поговоря... Говоря... Сни... Снижение... Значим... Значимости... Для... Человека... Эм... Эм... nutsheit, которые с ним... Происходят... Как эксплиц... Ээ... Эм... Вartности... Снижения... Варности... Этого... Ну, потому что... На... на... Ээ... Не знаю... Ээм... На... Эээ... Ээм... Ээээ... Это... Эээ... Ч… Потратицы... Эээ... Итак, почему бы... наше но это так это а это два я пару я это вы Ну, расставлять, так или иначе. Значит, ну и станет более понятно, что человек у вас. Нам, людей других, в частности коллег, нам не поменять и это невозможно. И рассчитывать, надеяться на то, что мы сможем это сделать, ну, значит, облить себя на совершенно непродуктивную боль. Мне кажется, что боль бывает разная и бывает боль, она бывает все-таки продуктивной, когда человек что-то выносит для себя. Бывает, когда боль непродуктивная и в этом случае человек, ну, себя не чувствует и ничего-ничего из боли не выносит для себя. Нового, продуктивного, полезного и так далее. Мне кажется, что это в какой-то степени тот самый случай, да, поэтому пытаться менять другого человека, это очень, ну, неблагодарное дело. Вот, поэтому сделать это надо. Не знаю, а вот смотреть на то, что конкретно могу ищить, могу я и что там надо. У меня зависит от того, какой степени, я могу двигаться, двигаться, например, и так далее. Ну, это, в принципе, очень, ну, полезная история здесь. Вот. 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 Такой, примерно. Ответ я могу вам дать тогда, ну, примерно. Примерно. Могу дать ответ всем, что интересуется плюс-минус. Вопросами того, как, значит, вести себя с коллегой, вот, которая ведет себя неадекватно. Которая оскорбляет о нитам, чувствует себя абсолютно на знаковом и так далее. Вот. На самом деле, выход есть, просто он не очевиден, не очевиден, и он, может быть, немного не сразу, Немного не сразу он себя проявляет как-то. Вот. То, что я могу вам сказать сейчас, с точки зрения, всех торопит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok